Добрый день! Меня зовут Анастасия Шаповалова. Сегодня я хочу вашему вниманию представить введение в курс основ цветоведения. Как известно, для художников это является неотъемлемой частью их профессии, но это может относиться не только к художникам, а также для людей, которые в принципе решили заниматься чем-то связанным с цветом. Это может быть дизайн, любой дизайн, это может быть разработка каких-нибудь иконок и стикеров. В один момент вы все равно столкнетесь с вопросами касательных цветоведения и благодаря нашему курсу вы их можете разрешить. И для начала скажу, что цветоведение это, конечно, большая комплексная наука о цвете и в определенной системе мы будем разрешать постепенно задачи, вопросы цветоведения. Первое, о чем стоит поговорить, это, пожалуй, о цветовом тоне. Что такое цветовой тон? Любой цвет, какой бы он ни был, там красный, синий, зеленый, неважно, они, если их перевести в черно-белое состояние, они будут отличаться по тону друг от друга. Вроде бы открытые цвета, вот перед нами открытые цвета, но если мы их сфотографируем и переведем в черно-белый вариант, они все будут сильно отличаться в тоне друг от друга. И каждому цвету будет соответствовать определенный тон. Вот это и есть цветовой тон. Светлость. Что такое светлость? Грубо говоря, это выделение какого-либо цвета. Если вы делаете растяжку, ту же самую даже от карандаша, если при сильном нажиме у вас будет получаться черный насыщенный цвет, то чем мягче вы будете вести штрих, чем меньше у вас будет нажим на карандаш, тем светлее будет становиться цвет. Это есть светлость, насыщенность. Насыщенность цвета определяется каким образом. Вот у нас чистый цвет, яркий, открытый, насыщенный, как говорится у живописцев из тюбика. Чем больше мы его с чем-нибудь смешиваем, добавляем там чуть-чуть зеленого, чуть-чуть красного, немножко черного, тем больше он теряет свою насыщенность. Он становится более сложным, не открытым. И вот мы можем видеть эту разницу. Вот разница на высветление и разница по насыщенности. Если прищуриться, цвет приблизительно одинаковый, но оттенки у нас разные и за счет этого меняется насыщенность. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в цветоведении есть основные цвета. Вот мы их видим. Это красный, желтый и синий. Это те цвета, которые мы ни при каких обстоятельствах не сможем намешать. Эти цвета открытые, чистые, которые мы никак не сможем сделать. Поэтому они являются основными. Это вот тройка базовая. Это три наших кита. Также есть второстепенные цвета. Это цвета уже, которые появляются при смешивании друг с другом именно основных этих базовых цветов. Появляются оранжевый в смешании желтого и красного, фиолетовый в смешении красного и синего и зеленый. Это смешение, как вы понимаете, желтого и синего. Есть еще третьестепенные цвета. Я решила в этот раз их не изображать, так как вы сами можете себе представить. Это уже оттенки каждого из цветов или оттеночные сочетания между второстепенными и основными цветами. То есть какой-нибудь синий-зеленый, какой-нибудь красновато-фиолетовый. Это уже называется третестепенные цвета. Также цвета могут быть и теплыми и холодными. Не важно, какой это цвет. Любой цвет, красный, желтый, синий, вне зависимости, он может быть и теплым и холодным. Вот у нас, например, есть холодный желтый и теплый желтый. Вроде бы два желтых. Вот это мы оранжевым никак не можем назвать. Но мы видим, что они явно отличаются друг от друга. Явно холодный, лимонный желтый и такой прям желтогорячий, прям цвета солнышка. Второй теплый желтый. Точно также вы можете заметить разницу фиолетовых. Вот вам, пожалуйста, какой-то фиолетовый теплый, фиолетовый холодный. В зависимости от сочетания и очередования этих цветов, вы можете построить свою живопись. Об этом я вам в следующих роликах расскажу более подробно. Также хочу обратить ваше внимание на ахроматические цвета. По сути они цветами не считаются как таковыми, потому что что белый, что серый, что черный, они имеют лишь одну светлоту, одну степень. Мы не можем купить светлый белило или темный белило. Мы тоже не можем купить черную светлую или черную темную. Да, мы их можем разделить, разбелить в оттенки серого. Но, по сути, представьте себе сами, если вы покупаете какой-нибудь серый цвет, они могут отличаться разве что по оттенкам правильно. По светлоте вряд ли они будут как-то сильно друг от друга отличаться. Поэтому эти цвета считаются ахроматическими. Это вот и является базис, основа цветоведения, которое вам необходимо знать. Этими терминами мы будем пользоваться и в дальнейшем. Поэтому я очень хочу обратить на это ваше внимание. И первое задание, которое поможет вам определить, определять тона. Начнем мы все-таки наше занятие именно с ахроматических цветов. Задания первые будут относиться к черно-белым вариантам. Это вам поможет развить чувство тона, как бы то ни было. Это очень важно. Потом вам будет легче перейти на цвет, когда вы уже разберетесь с черными, так сказать, с черными и серыми. Я вам рекомендую, конечно, больше брать гуашь качественную. Она имеет хорошие покрывные свойства. Она довольно густая. Ее довольно легко мешать. И все-таки это, конечно же, воспитывает дисциплину. Это немаловажно в творчестве и, в принципе, наверное, в жизни. Я вам сейчас буду показывать при помощи карандаша такого 2Б. Вам настоятельно рекомендую использовать краски. Вы, конечно, можете использовать и акварель, и акрилы, и масло. Но все-таки я считаю, что наиболее, наверное, вам предлагаю сделать. Это будет шкала. Такая себе линейка, которая будет отличаться исключительно в тоне. Мы пытаемся набрать для начала самый, что ни на есть, черный цвет. Мы берем... Вот если вы будете использовать краски, то я вам рекомендую взять, что называется, цвет черный из банки и вот так вот его нанести. Вы можете себе вот таким вот образом, как у меня здесь, разлинеет сразу на бумаге ниши, которые вы будете заполнять цветом. Или же вы можете делать выкраски. Как эти выкраски делаются? Берется акварельная бумага. Берется либо вот акварель, либо гуашь. Если же это масло, я думаю, в принципе, тоже можно взять акварельную бумагу. Но, опять-таки, обращаю ваше внимание больше к гуаше. Берете акварельную бумагу и произвольно делаете пятно. Довольно крупных размеров делаете. Вот таких, как для выкраски. Приблизительно вот такое. Не поскупитесь. И делаете произвольную такую выкраску, чтобы цвет ложился ровным слоем. Попытайтесь это сделать аккуратно. Лучше взять какую-нибудь мягкую плоскую кисть для этого. Вот. Берете цвет. По надобности добавляете немного воды. Не советую добавлять слишком много. И закрашиваете ваш участок. Постарайтесь ровненько. Потом вы сможете вырезать нужный вам размер аккуратно и наклеить. Постепенно наклеивать на вашу шкалу. Это будет вас обучать дисциплине. Это довольно важно. И так вы сможете сделать намного большее количество оттенков. Выбрать и сделать по размеру такую линейку, которую вам предпочтительно, которую бы вам хотелось. Но я вам советую сделать линейку как можно более большую. Насколько это вообще возможно, вообще в ваших силах. Вот. Я не буду закрашивать полностью. Я думаю принцип вы и так поймете. Мы берем какой-нибудь вот самый черный, который цвет, который я смогу выжать из этого карандаша. Рядом, ниже. Я делаю цвет вроде бы тоже черный, но уже не настолько насыщенный. Это уже будет следующий оттенок. Итак, мы идем вниз, изменяя, высветляя каждый последующий оттенок. Итак, вплоть до белого. Если вы работаете с красками, я вам советую использовать именно белую краску. То есть, пока не используйте белый цвет листа в качестве белого. Лучше делайте оттенки серого до тех пор, пока вы не выйдете на чисто белый цвет. У вас должно быть уйма выкрасок. Чем больше выкрасок, тем лучше. У вас будет очень широкий выбор. Сильно долго не выкрашивайте каждую выкраску, иначе у вас может поменяться цвет, оттенок, что не очень желательно. Старайтесь сделать поровнее, поаккуратнее. Вот так вот мы выходим на практически белое. То видите, я все равно не вышла на чистый белый цвет листа. В данном случае, так как я работаю карандашом, белым цветом нам служит белый тон бумаги. Здесь я вижу, что, видите, здесь уже оттенки не так сильно различаются, а должны. Старайтесь, когда вы уже сделаете уйму ваших выкрасок, старайтесь найти те, которые будут действительно отличаться друг от друга. Да, они могут отличаться буквально на какую-нибудь толику друг от друга, но все-таки они отличаться должны. И избегайте в вашем выборе сильно похожие цвета. Все-таки делайте так, чтобы это был очень плавный переход. У меня он довольно резкий. Вы можете его сделать намного длиннее, намного больше. Ну и, конечно же, с красками у вас возможностей, соответственно, будет больше. Когда у вас будет достаточно этих выкрасок, вы аккуратненько вырезаете такие полосочки и наклеиваете. Можете делать их не такими широкими. И аккуратно наклеиваете на бумагу. Можете использовать обычный клей, можете использовать к этому двусторонний скотч. Сейчас он есть в продаже и очень даже удобен в использовании. Есть тоненький, который вам позволит сделать вашу работу более аккуратной. И так вы сможете начинать чувствовать эти оттенки серого. А серого может быть оттенков просто уйма. Я уже не говорю об остальных цветах, когда мы перейдем на цветовые растяжки. Это будет в следующих видео. Начинайте все-таки, конечно, растяжку с ахроматической линейки. Спасибо за внимание. Старайтесь выполнить это задание, если вы хотите действительно познать основы цветоведения. И, конечно, мне было бы очень приятно и интересно посмотреть на ваши работы. Если у вас получилось сделать, вы сделали все-таки, добились, сделали именно ту линейку, которую вы захотели и красиво ее оформили. Я вас, конечно, попрошу сфотографировать и прислать результат вашей работы. Нам будет очень интересно посмотреть, сравнить. Ну и, конечно, показать другим то, чего мы смогли добиться, мы и вы, при помощи этих мастер-классов онлайн, так сказать. Благодарю за внимание. С вами была Шаповалова Анастасия и студия, творческая, художественная студия Артера. Живите в творческом настроении и успехов вам!